Ресурс этой конструкции все закончился. Первыми начали волноваться китайцы, потому что у китайцев время циклическое, и они знают точно, что достичь успеха в очередном цикле, достичь великого процветания, сейчас у них малое процветание можно только в рамках некоторой идейной базы. А идейная база, у них же много было этих циклов, идейные базы они брали из разных мест, но максимального успеха они достигли в рамках империи Тан. А империя Тан, какая там была вот эта вот идеологическая прививка, она была христианская. Они взяли базу от нестарианских общин Центральной Азии, которая в западной литературе получила название государство Пресвитера и Анна. Вот от них они взяли идеологическую базу. Ну, это просто вот как бы христианская идея, что хорошо, что плохо, как бы, как надо действовать. Как они ее преломили, это отдельная тема, это же китайцы. Но базу они взяли оттуда. Ну, какое? Христианская база обычная. Вот, собственно, авраамическая, да. А дальше, причем я, кстати, обращаю ваше внимание, когда они это сделали, нестариане еще не считались раскольниками, ересью, да. Потому что они же возникли, по-моему, там, в каком-то там четвертом веке. В общем, давно. Да. Значит, и они ушли. Именно по этой причине Си Цзиньпин дважды встречался с патриархом. И понял, что наша модель РПЦ его не устраивает. Объясню, в чем дело. Потому что эта модель неценностная, это модель пирамидальная. Вертикаль власти церковной. Византийская. Византийская. И, как всегда, там Византии тоже все очень сложно. Потому что Византии был патриарх и был глава государства, император, который в неком смысле был главнее патриарха. Главой церкви. Да. И концепция катехона, которой мы сегодня, мы в нее свалились. Да, вот у нас очень любят говорить, что все сейчас, как бы, царь хороший, в бояре плохие. Это очень упрощенное понимание концепции катехона, да, в которой император является защитником народа от произвола бояр, олигархов и ростовщиков. Вот. Поэтому я не буду сейчас в это влезать. Это там долго, сложно и так далее. Но суть состоит в следующем. Что китайцы пытались. Стало понятно, что вот это, ну, тут вопрос сложный, да, то ли мы не потянули объяснить, что надо, то ли действительно, потому что у китайцев была еще одна идея, они хотели сделать монастырь, в котором настоятель был бы от РПЦ, а вся братья была бы китайской. И дальше эта братья бы переезжала в Китай и, соответственно, основывала китайские общины, но которые не подчинялись бы РПЦ. А я даже подозреваю, что она еще осуществима, но опять-таки, кто этим будет заниматься? Но они не допустят китайцы ничего, чтобы нарушала их суверенитет. Совершенно верно. Совершенно верно. Но с точки зрения, но вы поймите, если Китай принимает наши авраамические ценности, то отношения с Китаем радикально меняются. Мы становимся, так сказать, братьями и сестрами, да, а не антагонистическими цивилизациям, которые там воюют за территорию. Продолжение следует...